Здарова, друзья! Это Ник86 и в этом видосе мы будем менять свечи в движке. Они прошли уже 20 тысяч плюс. В принципе, заводится хорошо, едет хорошо, но чувствуется что-то не то. Чувствуется то, что маленько идет с натягом на низах. Это свечи или катушки. Пуск двигателя на старые свечи. Какие свечи, пока не знаю. Посмотрим. Посмотрим, в каком состоянии фильтр. Опа, снимается легко. Да, не в лучшем состоянии. Герметичность есть. Там все чисто, грязно только здесь. Гудрилл фильтр взял специальный, почти оригинал. Здесь тоже есть какой-то поролон. Я не знаю, как это называется. Это, я как понял, от крупной грязи. Но качество фильтра... Блин, это походу завод. Смотрите, прикол. Не сняли. Реально. А если бы в двигатель все попало? Ну, не пойму. Обслуживалась машина у дилеров. Молодцы, ребята. Молодцы. Ну, сел так нормально. Я бы сказал. Ладно, заходим. Все. Дома. Еще раз посмотрим на фильтр вблизи. Блин, ему реально не 5000, а больше. Вот эта бахрома, она очень плотная. Слишком плотная. Пылище, е-мое, пылесос, блин. Менять такие фильтра нужно, ну, примерно раз в 3000. А хотя бы, блин, раз в 7000. Это как замена масла и замена фильтра в тандеме. Собрал вот такой ключ. Попробуем все открутить. Начнем с первой свечки. Крепко так было. Вот эта звездочка, она вообще здесь не ко двору. Ну и нафиг. Кстати, видавшие виды, смотрите, уже есть ржавчина. Это не есть хорошо. Блин, это плохо. Но там все сухо. Да, все сухо. Это что говорит? Да хера машину мыли здесь. Не надо ее мыть, то и дело. Под капотом. Ну, конечно, критичного ничего нету. Но нужно все почистить. Контакты маленько там зеленые. Брызну чем-нибудь. Сейчас водашка брызну, пусть отъедает. Вот так вот. Все. Этого хватит. Отворачиваем. Что-то плохо затянуто было. Серега, если ты смотрел видос, смотришь, вернее, свечки закручивают чуть потуже. Так, что вообще-то свечки-то? НЖК. То, что я и взял. Ну, в принципе, даже не в принципе, а все идеально. Все работает. Все супер. Только мне не нравятся вот эти контакты. Сейчас покажу, что я взял. Взял номер 11. По идее, там что 12, что 11. Это типа теплоотдача. По барабану. Вот. Здесь, видите, ничего не отворачивается. Как у Дэнса. Так лучше. Все. Затягиваем. В идеале нужно сделать угол 90 градусов. Но мы не будем. Потому что сильно. Чтобы сюда ничего не заходило. Ни влага, ни пыль. Вот маленькой. ВДшкой. Вставляем. И нормальный болтик сюда вставляем. Эта головка, эта паскуда уже стала проворачивать. Я уже сцикнул был. Думаю, что это все сейчас снимать, что ли? Вставил. Посильнее долбанул железкой. Чтобы прямо вообще сюда зашла эта головка. Я отвернул. Все. Эту падлу никогда не ставьте. Если вы берете вес в любую машину и вот такая заупа у вас сразу выкручиваете и второй раз не вворачиваете. Просто берите нормальные болтики на головку. На простую головку. И все. Они намного лучше. Они отворачиваются всегда. В отличие от этой херни, блин. Идиоты, блин. Что иномарки, что наши тазы. Пихает их туда и все. На хера? Катушки все ржавые. Это вообще скоро триндец. Видите, тут все играет. Но она работает. Пока я ее менять не буду. Пока она не отхлебнет. Вот. Ну, блин. Везде ржавчина из того, что вот эти уплотнители. Здесь вот они слипались. И водичка проходила. Нужно все обрабатывать ВДшкой. Что у нас тут с третьей катушкой? На 8-м клопе все проще. Смотрел у Анатольевича. Блогер есть такой. У него съемник самодельный. Вот здесь тоже самое надо. Новый метод от них 86. Шнурок. И все. И все выходит. Ну вот. О чем речь. Все закипело. Все нужно чистить. Что у нас там? Тоже все красиво. Тоже все в ржавчине. Родные катушки. Ничего еще походите. Скоты. Масла нету. Все нормально. Сейчас все установим. Ну что, пробуем. Пуск двигателя. Все. Ошибки нету. Все хорошо. Не накосячил. Ничего не сломал. Все вроде норм. Шепчет, ребята. Все супер. Все работает. Но катушки скоро приедут. Ну как, для меня это не скоро будет. Я потому что мало катаюсь. А если вот... Ну блин, сезон. По идее, сезон еще 1020. И катушки точно под замену. Все. Обороты падают. Погреваются. Вот. Тихо работает. Просто шепчет, ребята. Как там? Таз принимает вызов. Иди сюда. Таз принял вызов. Это только у крутых иномарок такое бывает. Положил головку и... Чина-чинарем. Так, нам нужно добавить масло. 540 Shell HX8. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здесь слегка не хватает. Вот. Слегка можно добавить. Не заливайте такое масло. Ни в какой двигатель. А вот оно. Рост с нефть. Мало ли что они там рекомендуют. Надо нормально лить. Что у нас по свечкам? В принципе, все хорошо. Маленькая есть грязь. Не спорю. Ржавчинка. Но почему я не люблю именно вот такие свечки? Вот из-за этой херни. Это все потери искры. Это, блин, это все люфтит. Люблю я наконечники, которые уже, как бы сказать, монолитные. Как там уже запаянные. А это все, блин, да ну нафиг. Ну, не люблю. Ну вот, на новом свечах газпол. Все валит, все едет. Все супер. Нравится. Булочка. И мягче стало. И не тупит уже на низких оборотах. Ну, вообще, прям все классно. Прям айф, ребята. Ну да, на том фильтре все было задушено. И свечи уже старенькие. Ну, что хотеть. А если я еще бы Денса поставил, было бы получше, наверное. Просто интересно было, что такое НЖК. Денса пробовал, Бош пробовал, НЖК еще не пробовал. Вот, попробовал. В принципе, ну, почти, наверное, то же самое. Это уже проявляется с пробегом. Больше ресурс. И все. Маленький момент, ребята, смотрите. У X-Ray и у Vesta есть проблема иногда. Подсос воздуха. Вот отсюда. Но у них почему-то штуцер вот здесь вот. Это клапан абсорбера. И когда у вас начинает троить двигатель, то есть не троить, а дергаться, здесь просто рассыхается уплотнительное кольцо. И начинает фишка сильно ходить. Здесь она не ходит. Но, чтобы такого не было, просто нужно вот так все обрабатывать. И так все обрабатывать. Вот.